Ужас, светящий на крыльях ночи. Я шпинат, застрявший у вас в зубах. Я чёрный плащ. А где, собственно, все? Пожалуй, тебе надо придумать вступление покороче, ЧП. Девятый уровень Подработчики решили линейку французских СТ переделать и перевели его на 10-й, попутно выдав ему новое орудие с 2000 урона за барабан. И история повторилась вновь. Опять рандом заполонили статисты на батчатах, которые вывозили за бой по 10-15 тысяч урона на взвод. Но времена меняются. Сейчас батчат, или батшат, как говорят учителя французского языка, которых полным-полно в комментариях под любым видео, один из лучших СТ на своём уровне. Но даже при всём при этом он уже не представляет той угрозы, которая была когда-то. Почему? Первое. С ним научились эффективно бороться. Теперь практически все игроки знают сильные и слабые стороны этого танка. Второе. Появились толпы рогатых друзей, которые сливаются на этом танке в первые 3 минуты боя. И третье. Роль батчата, как важнейшего танка на поле боя во времена повального артобратства. В прошлом. Сейчас это чаще всего просто СТ дамагер и, иногда, светляк. Но не обманывайтесь. Даже при всём при этом в умелых руках батчат это крайне смертоносная машина. Любой из средних танков 10 уровня редко когда может противостоять тяжу своего уровня. Ибо даже если перестреляет его в карусели, то уйдёт с поля боя на лоу хп. Батчат же машина смерти, которая может влить до 2000 урона, получив взамен всего лишь один выстрел врага. У танка есть отличная динамика, что позволяет его использовать не только как СТ, но и как светляка для ПТ-САУ или Арты. Этому также помогают и маленькие размеры танка. То есть кусты, в которых не поместится Паттон или Е50М, идеально подходят для француза. Огромный разовый урон, динамика, маленькие размеры. Всё это делает из батчата идеальную машину для быстрого раша с последующим отступлением. Быстро приехать, влить дамаг и уехать, получив минимум урона. Вот тактика этого француза. Но у танка есть и свои минусы. Полное отсутствие брони, слабая манёвренность, косое на дальних дистанциях орудие со слабой стабилизацией. Отсутствие брони делает нас складки фрагом для Арты или фугасных танков. Слабая манёвренность не позволяет комфортно чувствовать себя на городских картах, иногда мы можем не вписаться в поворот на большой скорости. А весьма косое орудие заставляет пересреливаться чаще всего в ближнем бою, ибо сдалека велик шанс попадания в гусли или промаха, а снарядов у нас не очень много. Сегодня, ребята, я хочу вам показать запись одного очень интересного боя на бачатах. В нём мы покажем вам несколько важных вещей, которые должен знать любой владелец этого француза. Это тактика игры на этом танке, это стратегия поведения на поле боя и, конечно, скилл. Именно эти три фактора позволили нам со вспышкой затащить этот бой. И как он правильно сказал в конце, умение быть эстэшкой – это умение быть везде, а особенно там, где ты нужен. Итак, поехали! О, ну вот этого мы сейчас постреляем. Так. Кустарник. И ты уже пупик ты. Хорош. Хорош, 90-к минус. Эээ, два снаряда? Можно ещё? Могу кого-то тебе подпадать. Он там соткой едет очень быстро. Она, она такой, по-моему, не спешит. Она, она под засало. Ну, думаю, да, под засало. Пвп или засал, есть кто? Не-не-не, это засал. Мы очень плотно закрыли здесь. А сейчас, 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 варианты. От этого куста что-то будет видно? Не, ну, максимум сотка. Хотя, может быть, один кто-нибудь сейчас там. 5-4 откусит. Он солдатов Сергей поедет, и солдатов Сергей всё сделает. Давай. Вижу, не вижу, должно быть, чертой. А вот этого я вижу, но уже, я на КД. Подвид ко мне. Ну, вот я там чуть лучше, думаешь? Там клюв его видит, когда бежит. А вот отсюда вообще может прекрасно быть всё видно. Тем более, что тут, смотри, такой. Ну, здесь деревья много, да. Смотри, отсюда соточка. Хорошо, хорошо. По-моему, присматривается, да? Вот уж, не знаю, рисковать, стрелять или нет. Я думаю, можно, 480. О, мисс Клюуди. Ой, не, не, оспыт, он, это же есть, он так, как-то. Ну да, он так, там, НЛД надо выцеливать. Э, блин, а залетает не в НЛД, ни хера. Ага, с нашей точности. Во! У меня два раза залетает в пол. Не пробил. Не пробил. Всё, один из пяти. Нахер надо, снарядов здесь много. Да, три из пяти, ровно в ёбаный холм. Ой, сотка наша проиграла. А, поджался, поджался, поджался. Ну, Лека Про поджался, конечно. И повину башню на... Так, вспых. Вот туда. Угу, я уже туда еду. Просто смотри, здесь кусты. И весёлые кусты, из этих весёлых кустов всё светится. Эти весёлые кусты можно контрить. Вот отсюда, но подставляясь под арту, что называется. А из каких кустов там всё светятся? Вот там, вот в том квадрате кусты. Ну, откуда стоит, чтобы тебе помогать? Сейчас я пытаюсь просто... А, проезжает вот... Погоди, там уже проезжает, поэтому я просто наверх уйду, там, в артовый холм и с артового холма буду накидывать. Угу. Блин, могу косить, конечно, жутко отсюда, но... Блядь, где-то не сливаются. Пиздец, какого ходит от удалить их говно. Тоже будете немножко подсвечивать? Так, я сейчас здесь просто... Ёлочных дел мастер буду. И в засвете. Вон бачат меня видит. А здесь холмы... Сколько их тут? Да, здесь много. Нормально так. Да-то... Хорошо. 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 Сейчас мы к ёлочкам вернёмся. Они сотку сейчас выебут. Я понимаю. Там 2,7 и 5,4. Блин, я в вазик и даже разряжаться не хочу. На таком расстоянии это, конечно, отстой. Хорошо. Там вошло в 5,4. Так, ну, варианты следующие. Мы едем... Не едем. Там ИС-8. Я поехал на Тафанг, надо спасти ИС-8. Там арту уже гибали. Угу. Спасти ИС-8. Убейте ИС-8. Спасти ИС-8. Я поеду, его просто... Блин, там ещё сотка его кроет. А сотка куда выехала? Она, я не знаю, но она отсюда, видимо, стоит там. При крае ИС-8, видишь? Угу. Она... Ой, вспых, вспых, ты тут нужен, ты тут нужен. Два танца. Я вижу, да. Я сейчас попытаюсь пострелять. Клин, земель. Так. У меня 4 снаряд барабаним. Так. Какой там удар? Кость. Кость. Ой, едет. Я на КД. У меня 4. Не пытается тут уцеливать. Попадание. Чш-чш-чш. Чш-чш. Чш-чш. Ты всё? Нет, я в КД. У нас не много холода за зданием стоит. Ты сейчас откадешься, мы просто пересветим этих соток наверху. Давай. Ну, их можно и нужно пересвечивать. Просто вот удерживать за свете. там чего угодно я просто мясом сейчас 20 секунд будут я 8 7 7 у меня еще 1200 сейчас ты просто сверху заходи зайдешь сверху убьешь его я одновременно буду и хорош все это москор касалось я могу принципе поехать и просто забрать да просто поезжай забирай 8 и войдем по верху не там немножко фейлик будем ну да я уже готов за него преимущество они такое нахер на ходу блять в кады да так и назад до улбэк так семерка на центре до вражеская семерка на центре бача ты и вазик внизу распиханы вместе с артой вот тут один вот тут он к моему поехал проехал или проехал по мосту ли приходом пола был в броду в брод не он про и переехал мост и пошел по броду сейчас буду подсвечивать от арты с холма я замка простреляю чтобы угол был другой какой-то иной так ты готов я в моду быть заведу арту там арта была переезде она весит 12 стрелять он уже тут 7 как по ним я не знаю как по нему пострелять ладно рискну как более-менее арган сейчас берем хорошо и в карта кд и я тоже в кд я тоже арта в кд это просто вкусно так и наверху им x50 бы я поехал к нему давай вместе что мы вместе можно просто даже вместе только вместе только вместе у меня 9 снарядов уже не очень скоро буду уже у меня 8 и как раз мы сейчас заедем он уже будет мертвым но пускай так может сразу за рту тогда уже поедем главное не поймать чтобы они нас не поймали эти бачи блин 3 хп вот ой хорошо давай в центр кость давай в центр там ручка разбьем в центр и вниз забираем бача то просто вот на барабане но вргаться я готов я просто жду пока ты доедешь и давай 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 вот он на нашей части он он светил тебя до нагрессе дуны перерез слушая не вытанку и все прижмись я зашама не сейчас люди все так меня не видно как раз 1 арта туда так шамане просто в наглую выезжаю начинаю по нему раздавать поехали я переживаю сразу через нос у меня смотрит поехали поехали у него сейчас паника хотя бы все отлично так три снаряда я пока никогда одна отстрелялась 3 а ты была чат уходит наверх сейчас порогу по нему издалека забрать ай блядь и не ту кнопку нажал я когда случайно ушел да не говорим и не говорим раз два три раза егарту я займусь хорошо сказал мне когда я ну сейчас я просто хотел переставить снаряды уже следующий и забыл что они уже перестали точно с ним справишься давай наверняка на 700 него 400 одно попадание арты и ты мяс а потом он высвечивает всех до сибирь там нормально всемирковой пытается уйти все давай как она давай как газу за ним вам там брод или низин да так я жду тебя по той же схеме я порезала я переезжаю через мост и начинаю из-за моста его разбирать не видно и не свечу с том блядь а мне сейчас просто расстреляет похер просто вспых да вижу свой не повезло три снаряда один вот раз и ход не у нас на и сразу на из раскидали вообще но это вообще было скиллово в этом бою и там и там подсосали везде подсосали как и надо вообще да хороший будет с умением быть и стэшки блин давать везде 6 к дамага не ну кто-то должен был все настрелять да вот такой вот веселый бой при этом давай сотка одна в ноль с один в ноль арта в ноль пятьдесят четверка считает тоже в ноль 90 к ноль от семерки неплохо и семерки наши они переиграли их семер а у них тоже я немного очень долго стояли вообще просто по замкам тупо но в какой-то момент одна догадалась поехать за тупо на арту флуга тупо терпеть вот сколько на там где 400 я вот это а вот вот это она вот 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 это вот который 5 900 это вот она поехала через мост она там стояла стояла терпела терпела молодец все правильно сделал да я